итак всем доброе утро уважаемые онлайн зрители своей студии я александр вольверин предварить компанией проектов на дону и мы готовы приступить к нашему семинару по нефти и металлам кросс курс как вы уже заметили опять не пятница у нас без галстуков поэтому принципе мы понимаем что завершение дня у нас впереди и так принципе из пятницы у нас много чего и вытекать будет главное чтоб затекала на наши депозиты и так давайте переходить к обзору надеюсь всем прочитали уже грустную а ну по секундочку грустную новость о том что останется только нефть из cfd контрактов это вот ответ на то почему я не делал обзоры по американским рынкам то есть останутся из cfd контрактов только нефть марки бренд и витя и даже smp фьючерса не будет поэтому сожалению в перспективе хорошо надеюсь оставят хоть индикатив по фьючерсу smp ну вот так вот с грустью сообщаем при этом это не касается не валютных парни золото просто как бы теперь наконец-то теперь понятно почему у нас не прошел в эфир наш курс по apple и bm то что я хотел запустить к сожалению но переходим к аналитике на текущий день все-таки немного остановлюсь на календаре макроэкономических событий ничего здесь интересного нет нефть как мы с вами и говорили по многим валютам и по многим активам у нас прошло просто обратное движение даже отдельные валюты прошли больше чем запланировалось честь на это и хвала нет в принципе от них не отстала потому что еще раз говорю с тем новостным потоком который мы имели буквально позавчера в среду на заседании фрс выявить что существенно важного против доллара но это просто было невозможно и вот этот всплеск по нефти он также был мнение что это срыв стопов перед тем перед погружением я считаю именно единственной проблемой на данный момент выступает это вот на каплях вот этот вот уровень как только мы его проходим товарищи я вам даю разрешение на распродать всю нефть во всех регионах но пока что есть проблема последку волны пока что мы можем получить в течение дня коррекцию даже на уровне 55 но опять же я покажу пока что вот это вот перехай не произойдет принципе руками заходить здесь не стоит давайте этот уровень не все таки поставлю не штрихом вот как и нижний так то есть заход у нас пока что цели напоминаю среднесрочные остались только накопление как мы видим прошло у них лежащий стадии это в принципе хорошо это означает что к уровню 50 мы пройдем импульс на поэтому это у нас напоминаю такая среднесрочная цель которая переносится по нефти по снижению пока что не меняем перспективы вот это все перенесу то есть наше снижение мы уже отыграли так я не хочу больше пунктиру принципе отрисовывать вот как то так ожидаю пока что но пристальное внимание на час потому что опять же говорю сейчас 54 уровень с каких-то непонятных соображений решил стать саппортом его еще раз в перспективе нет ни здесь на локальных фреймах не где-то вот здесь вау по нефти график весь ура отобразился чудо товарища случилось в эфире в пятницу о цель по снижению это обновление минимумов и как мы с вами видим здесь никакого локального саппорта в районе 54 нету как бы мы с вами не крутились есть выше 60 плита от которой мы в принципе разошлись во мнении класс реально ведь наконец-то нет со всей истории суд поэтому еще раз смотрю вниз строго вниз заход при пробое золото серебро по золоту как бы сказать ни рыба ни мясо с другой стороны более картинка маслом чем по американскому рынку потому что вот это вот извините что-то непонятное на cfd случилось а вот по золоту у нас а многие сейчас видят что формирование двойной вершины ход по ней у нас с вами будет только при прорыве данного уровня но этот уровень настолько сейчас извините сильный что прорвав его в принципе можем получить импульс 1150 поэтому двойная вершина это конечно хорошо на вход по ней мы будем осуществлять только при прорыве нижнего програничного уровня при этом я очень сильно сомневаюсь это двойная вершина будет пытаться реализовываться вообще объясню ну наверно уже попозже хотя нет смотрим в общем на 1170 на 4 если выход будет вверх то в принципе переломи вот это вот переломи вот этой области можно будет рассматривать и длинные позиции но ключевым моментом является закрепление и четверки выше уровня 170 если прохода не будут ближайшие две свечи четырехчасовые то вероятность восхождения будет снижаться соответственно вход как бы при пробую от этой плашки вверх при этом запас хода здесь хороший вплоть до похода в 1200 однако трейли все нужно будет ручками первый выход это 1180 как локальный ключевой уровень для то что казалось золотом серебро также подходит ключевому уровню для пробоя и соответственно у нас входные параметры простые ай не везет на сегодня эть 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 стоп сюда продажи мне нужно поставить малую структуру продажи сих третьей грани при этом желательно чтобы каждый час по элементам пробивал данные локальные уровни цели вниз 1580 вверх плашка 1650 пока такие локальные цены прошу прощения цели о данным ходом и с американские рынки видимо начал потихонечку под угасать трогать его не будем при этом поезд в случае такого всплеска который мы получили по на заседании фрс по волновой разметки самое то сейчас именно дать коррекцион где цена дать коррекционная вниз однако я говорю что мы про сейчас по торгуемся на верхнем пограничном уровне от которого в принципе может дать вот этого движения 20 не 7 здесь напоминаю у нас цель цель года цель ближайшего будущего и надежды по snp фичу хотя в ближайшее время его мы с вами приостановим когда среди контракты нас полностью покинул однако будем посматривать для того чтобы анализировать золото так тут раз объяснил поехали по кросс-курсам разбираться и так евроавстрал точка входу вчера так 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 пробой без подтверждения но опять же давайте считать так что мы с ума сходим на первом пробоем потому что подтверждающих даже до подтверждающих из вас вряд ли кто будет дожидаться поэтому рассмотрим теперь данную область как две проторговки раз два и принципе ничего не изменилось одни и параметры те же только появится одной верхней параметры вот и все дублера можно оставить те кто здесь потерял 30 пунктов я думаю на меня не в обиде с дальнего заходом так по евроканадской одной параметра не меняем диапазон снижения у нас с вами имеется хоть он и глобальный но в принципе оптимальный на деле фрейме опять же вот это формирование пока что направлено вниз тенденция вниз вот соответственно по тенденции против тенденции не идем валерий говорит голова и плечи принципе плечо сформировано трехволновкой верхняя голова и здесь плечо шея тут а я даже не заметил просто уровне поставил как говорится угадалась вот но я здесь не ноги больше ориентируюсь хотя еще раз говорю этот всплеск меня здесь успокаивает текущие тенденции с накоплением но но они все правильно пока что дни заливные поэтому без проблем пока что смотрим без так то есть два входных параметра поперед по тут так случилось что это будет у нас сгиб и оля прорыв линии шеи хотя плечо конечно корявая но правильная структурированная трехволновка вот раз голова плечом атака и видимо увидел валерий и другие одной параметр вверх понижаем все мы знаем исполнение гипов последнее время нам валютных парах они не работают так по еврокаду объяснил по евро фунту хорошо видите что мы с вами не делали никаких входных параметров а то бы здесь можно было немного хорошенько и полетать давайте рассмотрим структуру на четверке у нас пока что идет подход к уровню 07256 здесь ключевой пока что уровень сопротивления текущая волна дарила коррекцию именно от этого посмотрим где можно найти точки входа так это у нас глобальный это локальный делим делим на по структуры двойной стоп тейк по верху тейк по низу пробои для верхнего лучшим дожидаться на 4 4 далее евро и иена итак смотрим по евро и не пока что у нас выход здесь вверх на четверке хотя пока что прорыв не обоснован а вверх 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 только вверх при закреплении выше по перехаю пока взгляд такой на дейли фрейме да пока что отбойный паттерн поэтому можем будет посмотреть евро нзд евро нзд вход состоялся вчера ночью но состоялся поэтому стопики переносим переносим без убыток под этот уровень ближайшие цели нам неизвестны потому что эта валюта которая находится на а нет стоп это не та валюта да нет та валюта которая сейчас браздит просторы новых донышек а так как здесь у нас с вами хорошенько уже накопились покупатели можно за глобальное снижение не раз ожидать глобальное снижение на максимум волну вниз минуту гадание извините на копейной гуще потому что еще раз говорю наш бодисков пошел искать новые глубины поэтому лучше как говорится в данном случае все отрабатывать переносом стопам фунт от по фунту от у нас вчера произошел от который дал всего лишь 80 пунктов на проходе и даже если по верхней ну вот как бы цели дня взял ну ладно сейчас же все начнут говорить о том что не сработало доработала поэтому еще будем считать получили мы здесь с вами убыток по данным входом и так теперь уже более интересная формация которую все ведет заход по ней прежний немного даже повышенный либо с криском от нижней границы с ожиданием так сказать потому что уровень говорится а он-то и не сильный для того чтобы его обозначить так раз уж все тут видит видит двойное прекрасное то заход по верху мы с вами обговорили заход вниз несмотря на то что здесь в воде минимальный есть риск при прорыве данного уровня больше других действий тут ведь нельзя фунт канадец фунт канадец за подошел не подошел так давайте уберем прошу прощения уберем вот это поставим вот это нет или нет не дошли еще не дошли поэтому сидим пока что ждем надо идет волна до этих целей далее фунт швейцарский франк заход ну опять же будем считать что говорится вот подтверждение дожидались будем считать убыточным поэтому фунт швейцарский франк пока что ждем до 1 45 но японская иена отработал вход только дальний дал всего лишь 30-40 пунктов потом сработал вход на обратный на внешнем баре также 50 пунктов да даже не знаю к чему отнести к плохим либо хорошим входом по сути говоря отнести нужен никаким в данном случае по фунта иене у нас пока что здесь и нету а почему нет он есть на дне очки 78 14 78 14 берем за расчет сколько я сказал 78 14 отлично вот две приграничных два входа надеюсь будет не как вчера вот эти вот эти внешним баром далее мышка фунт нзд продолжил снижение и попадает список тех валют которые я терпеть не могу закрываем фунт нзд спасибо что у нас был заменит его австралийцам zd который в ближайшее время на четверке уже отдал дал ход по идее еще можно добавляться потому что потенциал у нас снизу да 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 одной параметры есть стоп их нормальный стоп до принцип по стопику тоже оптимальный и так уважаемые онлайн зрители хочу спросить у вас все ли понятно все ли ясно в общем сегодня пятница вопросов должно быть поменьше потому что опять же я никому да не рекомендую кому-нибудь переносить позиции на выходные дни если у вас есть вопросы вы пишите в чат есть если вопросов нет потом говорится пишет нет вот напоминаю что каждый у нас может задать вопрос во время эфира мы специально поэтому и ведем и в чате тишина спасибо спасибо нет хорошо и так уважаемые онлайн зрители с вами был студии александр вольверин у нас буквально через 5 минут будет семинар по основным валютным парам где мы с вами также смотрим немного и фундаментарь фундаментальных факторов которые повлияют на возможную сегодняшнюю торгу желаю вам удачных торгов торговать только по тренду до встречи в эфире и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...